Вчера 8 февраля в Германии украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист убедительно выиграл свой дебютный бой профи-боксе. Украинец удачно отбоксировал в поединке против беларуса Андрея Мазаника. Дуэль прошла в немецком городе Пеппинген. Выхрист мощными ударами нокаутировал беларуса уже на первых секундах боя. Мазаник не сумел подняться до счета 10, угол беларуса выбросил полотенце и рефери прекратил бой. 27-летний Выхрист недавно подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ES Boxing Promotion и официально перешел в профессионалы. Пожертвовал шансом поехать на Олимпиаду в этом году в Токио. Он теперь выступает под псевдонимом Виктор Фауст. Ну, Андрей Мазаник это, в общем-то, довольно слабый боец. Это говорит и его статистика. У него 11 поражений, причем на довольно низком уровне. Единственный его такой именитый соперник это Мануэль Чар, которому он проиграл тоже. Мануэль Чар, как раз после проигрыша его феерического в Грозном от Майриса Брегиса, тогда еще малоизвестного крузера. Он требовал как бы восстановительный бой. Ему нужен был какой-нибудь слабенький соперник, чтобы почувствовать уверенность в ринге. И вот выбрали для Чара Андрея Мазаника. Он был в роли такого кролика, которого бросили в клетку с удавом. И Мануэль Чар, хотя очень был в ужасной форме, но тем не менее сумел нокаутировать Андрея Мазаника. Андрей Мазаник работает фитнес-тренером в Минске. Собственно говоря, ну, скажем, без обид, да, ну вот мешок, да, типичный мешок. Радоваться победе Виктора Выхриста в этом бою я бы не стал, потому что, ну, для первых боев, вообще для первых 10-15, может даже 20-ти боев подбираются боксеры даже с отрицательной статистикой. То есть, это когда поражений больше, чем побед, таких мешков в боксерской среде называют мешками. То есть, ну, хорошо, конечно. Что касается до того, что Виктор Выхрист потерял шанс поехать на Олимпиаду. Собственно говоря, Виктор Выхрист, ну, в любителях показывал, конечно, хорошие результаты, но назвать его каким-то феноменальным боксером в любителях, вот как его соотечественники Александр Усик, или тем более уж Василий Ломаченко, нельзя. То есть, вряд ли бы он там на Олимпиаде завоевал какие-то, даже, я думаю, призовые места. Ничего ему на Олимпиаде толком, ну, мое субъективное такое мнение особо-то не светило. Поэтому он сделал очень правильное решение, не теряя времени, перешел в профессионалы. Виктору всего-навсего 27 лет. То есть, у него 2-3 года еще есть на то, чтобы, ну, бить вот таких вот слабых бойцов, постепенно повышая уровень оппозиции. И вот где-то к 30 годам уже ему можно выходить на около топовый уровень, на бойцов из первой десятки. И потом где-то уже после 30, набравшись опыта в профессиональном бою, постепенно встречаясь все более лучшей оппозицией, выйти даже вот на чемпионский бой и попытать счастье. Пока что Викторе Вихресте говорить что-либо рано, потому что, ну, он побил только лишь одного не очень сильного бойца. Пока что, вот если в таком состоянии сыром, абсолютно несформированном Виктор Вихрест выйдет против там топовых бойцов хэйвейта, то, естественно, что он проиграет, я думаю, в первых же раундах. Но, повторюсь, время у Виктора имеется, потому что 27 лет для хэйвейта, это еще младенческий возраст. Бойцы в этой весовой категории раскрывают свои таланты уже где-то после 30. Так что, будем следить, конечно, за карьерой Виктора Вихриста. И вот его псевдоним Виктор Фауст, я думаю, лучше бы ему взять псевдоним Доктор Фауст. Вот был Доктор Стальной Молот, а это Доктор Фауст. Ну, такая вот, его же часто сравнивают с братьями Кличко. Ну, он немножко внешне похож на Кличко. Правда, ниже там на пару сантиметров за Владимира, а за Виталия аж на 5, но это не суть. Так что, ну вот так, поздравляем Виктора Вихриста, то бишь Фауста, да, с его первой победой в ринге. Желаем ему всего наилучшего, продвижения, поменьше травм. И до скорых встреч, друзья. Ставьте пальцы вверх, не забывайте подписываться на наш канал. Дальше будет больше интересной боксерской аналитики и разборов. Всего вам самого наикрутого, пацаны.